Сегодня 3 ноября, день рождения Александра Оградского. Александр Борисович ушел 28 ноября прошлого года. Знаете, я издательству, когда после его ухода мне предложили третью книжку сделать, я сказал, что третьей книги быть не может, потому что все эти вещи он редактировал сам. И самое ценное, что есть в книгах о Градске, это его ремарки. Лаконичные, но блистательные. И, не побоюсь этого слова, этого эпитета, гениальные. Градский гений, нет сомнений. Градский ушел, второго Градского нет. И, наверное, не будет. Саша, ну, не секрет, что на самом деле ты пробивал весь этот молодняк. Всю эту волну. Ну, было дело, да. Цоя, фактически, насколько я помню, по радио. Первый раз у меня была в программе. Ну, приходилось ругаться, честно говоря. Это было начало 80-х, и первые записи питерских групп пришли на радио. Какое это радио было? Что за радио было? Радио было, это была радиостанция «Юность», и Таня Бодрова, редактор, была этой программой. Мы придумали программу, хит-парад Александра Градского. И ты сам отбирал персонажей? Более того, я даже сам считал очки. Люди присылали какие-то письма, и по этим письмам мы раздавали всякие места. Причем это был такой довольно странный хит-парад. Он не был жанрово ориентирован. Туда могли попасть любые музыканты, и рок-н-ролльщики, и эстрадники. Терна Попса тогда еще не существовала. Ну, поп-музыка там тоже была. И Пресняков, молодой, Маликов, Кузьмин, который, в общем, такие вещи писал довольно, рок-эстрада такая. По звуку-то я решил все, исходя из своего опыта. Звук там уникальный, тоже уникальный звук, не только свет. По звуку на вас часто жалуются профессиональные звукорежиссеры, что приезжают градские. И все громко. Да, и начинают все делать по-своему, сам там. Ты знаешь, я должен сказать, ну, давай на ты, потому что это идиотизм. Да? Ну, а так фамильярничать. Ну, ладно, ладно, их с тобой. Ну, согласился, ладно. Хорошо. А профессиональные звукорежиссеры идут, знаешь, в одно место. Я уже очень много лет с профессиональными звукорежиссерами делаю не имею. Это было первый раз лет, наверное, 30 тому назад. Проблема любого зала, в который ты приезжаешь, состоит в том, что этот зал уже построен. И в нем уже стоит аппарат. И для того, чтобы добиться того, что ты хочешь, нет времени. Тебе приходится каждый раз в новом зале мучиться и как-то пытаться это все трансформировать. В этом зале мучиться не придется, поскольку я его как придумал, так и сделаю. И звук идеальный. Он, во-первых, не давит на голову, что у меня часто бывало. Очень часто бывало, потому что в некоторых местах какого-либо зала, в силу того, что голос, ну, скажем так, есть, у людей были неприятные ощущения. Вот мы этого избежали. То есть общее звучание... Было слишком громко, я просто уточнить про ощущения. Для кого-то. Понимаешь, это всегда бывает так. В каком-то месте хорошо слышно, а в каком-то невозможно сидеть. А в этом зале мы сделали то, что я придумал лет так 8-10 тому назад. Я не буду рассказывать, что именно. Почему? Ну, это чисто технология. Мы отвернули колонки от зрителей. То есть направили... Да, это звук, отраженный от стен. Так он же будет тогда... Он отражен от стен, и там 5 плюс 1. То есть... Это тоже нау-хау Градского? Я не думаю, что это мое нау-хау, но одно нау-хау там есть, когда колонки не направлены на зрителей. Вот это возможно действительно нау-хау. Но... Главное, что там получилось. Мы поставили очень мощную аппаратуру, которая работает на очень небольшой громкости. То есть давление большое, а громкость нет. Ощущение кругового давления музыкального есть, а, ну, скажем так, на уши это не действует. А как много людей с этим рецептором, которые смогут это оценить? Если мы сейчас не говорим о друзьях музыкантов... Они просто не знают, в чем дело, я тебе объясню. Никто не знает, почему хорошо. То есть понимают, что это... Понимают, что хорошо, а как это сделано, это никого не волнует. Они понимают, что комфортно. Более того, я вот... Мы сейчас с тобой беседуем, да, примерно, можно разговаривать при этом, при всем. То есть люди могут беседовать. Или там говорить хорошо, плохо, или там как ее зовут, и кто это за певица. Понимаешь? То есть... Говорить можно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва 24. Вы сами эту дверь открыли. Александр Александрович, он, так же, как Александр Борисович, одарен музыкально? Или еще рано говорить? Во-первых, рано говорить, конечно. Но он вообще интересный персонаж. Не в музыкальном плане, а просто... Просто как персонаж. Он, во-первых, очень добрый. То есть это не сын Градского в этом смысле? Потому что... Может быть, я тоже был в 4 года такой. Аж не знаю, что со мной потом обстоятельства сделали. Переезд в Москву в четвером на 8 метров. С паньон на трех стульях. Оно могло привести к любому более худшему результату, чем тот, который мы сейчас имеем. Нет, Сашка очень хороший. Он иногда злится. Интересуется футболом. Футбол. Ну, здесь это, во всяком случае, здесь он папин сын. Футбол, да. Это я его, видимо, завел на этот... То есть вы вместе смотрите, да? Да, Марина ему иногда разрешает сидеть вместе со мной, потому что, действительно, переборщить нельзя. С футболом нельзя переборщить? Ну, с телевизором. А, да. Марин боится, что он, так сказать, на телевизор будет реагировать. Так, слишком. Но он не смотрит ничего другого. Он даже мультфильм особо не смотрит. Вот футбол, хоккей, все. Он все помнит, кто с кем играл, как называется, какая команда. Папа, мы будем сегодня за Барселону болеть или за Реал? Я говорю, я буду за Барселону. Он говорит, а я буду болеть за Реал. Тут Барселона выигрывает. Где-то там 3-1 уже. Он так подходит, говорит, слушай, я, наверное, тоже буду болеть за Барселону. Я говорю, почему? Потому что Реал проигрывает. Он говорит, да. Я буду лучше болеть за того, кто выиграет. Я говорю, круто ты устроился. Ну, я вот так придумал. Пускай будет так. Ты не возражаешь? Я говорю, нет, я не возражаю. Болеть за кого? Очень смешно. Болеть за тех, кто выиграет. Он сам на коньках бегает 4 года. Нормально.